Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Нам это понятно, да, что подъем, падение, это возможность подняться, возможность попросить помощи. Так написано, что прямые пути Творца, праведники пройдут по Нему, а грешники не смогут. Если человек хочет быть праведником, оправдать Творца, то он старается набраться сил. Когда приходит падение в ощущение, он понимает, что это добавка, желание получать, которые в нем раскрываются, те грешники, которые раскрываются. И он рад тому, что сейчас появляется необходимость потребовать Творца. Это называется, он приходит в дом учебы, в Байтамикдраш, внутри тех желаний, которые раскрылись ему, как грешники. Из них он строит это место для учебы, место, где он требует исправления. И тогда он достоин получить свет, возвращающий к Источнику, к тем, в те желания, которые грешники, исправляют их, получают дополнение, добавку святости, добавку своей связи с Творцом, уподобление с Творцом. И так продвигается, в то время, как если он не готов в группе, в учебе, то в то время, когда придет к нему эта добавка злого начала, он не рад, он не видит в этом возможности для подъема. У него нет поддержки от группы. Он не оплатил раньше эту больничную кассу. И теперь, когда болен, то ему не полагается никакой помощи. Так вот. И тогда он падает. Он не помнит, что необходимо обратиться к Творцу. У него нет поддержки. И это то, что называется «праведники», не пройдут потом по этому пути. Поэтому все зависит от подготовки. Если он чувствует себя в падении, может быть, так оно и есть. Раскрылось в нем это. Как написано «Сотворил Творец праведников», сотворил Творец грешников. И раскроется молитва в них пред Творцом. Именно для этого это все таким образом раскрывается. Что-то непонятное. Из Рамадгана спрашивают, «Бывают ли состояния падения и подъема для всей группы?» Если это группа «группа», то, конечно же, да. Бывают состояния в группе, когда она поднимается, падает. И состояние, когда каждый поддерживает другого. И индивидуальные падения, подъемы, когда в нее происходит, но вся группа поднимается. Если группа эта сильная, то получает падения и подъемы общие. И она в состоянии подниматься. Но именно тогда, из-за того, что она особенная, то ее запас, ее сил находится в Творце. Как в одном человеке все силы, которые он собирает, находятся в группе, чтобы ими можно было воспользоваться во время падения и подняться. Так, группа, если она является группой, то есть, когда все вместе, то весь этот запас, все эти силы, которыми можно воспользоваться во время падения, находятся в Творце. Так происходит продвижение. Он, Творец, является их поручителем. Матан из Гиватайма спрашивает, осознание падения не является ли это видом подъема? Это не вид подъема. Нет, это не подъем. Нет. Подъем — это когда человек осознает, что это падение, и падение ради, для подъема. И он требует силы, возвращающей к Источнику, получает эту силу, исправляет свое падение. И тогда из падения в килим падении, он ощущает дополнение святости к Души, добавку отдачи. Только так. Йосеф из Иерусалима спрашивает, всегда ли ереда, падение, приходит неожиданно? Да. Да. Если мы говорим о процессе, о правильном процессе, когда человек все время находится в тенденции подъема, подъема, и когда к нему приходит, оно приходит внезапно, он не ожидает от святости, от общего пробуждения, от возбуждения. Он не ожидает, что вдруг, хопа, и приходит, и происходит замгновение. Он не знает, как и почему, и откуда. Это знак, символ, что необходимо раскрыть новую ступень. Всегда так. То есть, он находится в каком-то состоянии, у него есть ощущение и знание. Он понимает, где он находится, он ощущает, где находится. Ну, он так вот может осмотреться, понимает, в нынешнем состоянии. Теперь он получает добавку эгоистического желания, падает, то есть, находится во тьме, в темноте, относительно духовного. И тогда он должен немедленно воспользоваться верой высшизнания. Добавить внутрь той добавки желания получать силу отдачи выше собственного знания. Я хочу быть дающим. Несмотря на то, что мне все не важно и не хочу и отталкивает меня от группы и от учебы, я должен это сделать выше своих сил. Это называется, что то пространство, которое сейчас в нем образуется, как Ахаб Высшего, он не знает, что это Ахаб Высшего, потому что ему плохо. Раскрывается ему та добавка желания, которую, если он исправит, потом поднимется на следующую ступень, он находится на этой ступени, на нынешней. У него здесь есть ощущение и знание, знание, чувство и знание. Все, все есть, то есть осознание, сознание состояния. А сейчас ему должны добавить и добавляют. Что добавляют? Добавляют злое начало или Ахабду Ильон, не важно, как это назвать, Ахабду Ильон или пространство. Короче говоря, ему плохо, и он здесь должен подняться в вере выше знания. Иммуна лимала мяадат. То есть, должен, будто бы все хорошо, делать вид, что я хочу быть дающим, я хочу быть насколько можно больше, несмотря на то, что ощущает пустоту, он ощущает себя плохо. Ощущение зла написали. Это место для веры. И вновь, если он таким образом прилипается к Высшему, к Ахабу Высшему, как находится, как Убар, как Плод, то, что называется, он отменяет себя все это чувство, ощущение зла, он хочет принадлежать Высшему. Если он делает все это, он входит в группу, включается в нее, требует от них поддержки, помощи, чтобы ему помогли, плачет, то есть делает все, что необходимо для того, чтобы попросить, чтобы получить свет, возвращающий к источнику. Маленький получает, он получает поддержку от группы и поддержку получает от Творца. Здесь находится группа, Квуца и Творец Абурай, окружающий свет. Ормакив. получает это и поднимается тогда и вновь у него есть чувства и знания. Номер два. А здесь был номер один. Вот так. то есть все зло, которое раскрывается, раскрывается как разница между ступенями. Это называется это то падение, которое он ощущает. Он чувствует, что он упал с той высоты, на которую необходимо подняться. То есть грешники Аршаим грешники не смогут пройти по пути, а праведники цедикин оправдают падение и поднимутся и поднимутся по пути. Ну и только если хороший вопрос. Игорь из Мудина спрашивает, страх от следующего падения может ли помешать продвижению? Нельзя. Запрещено бояться. Главное, вообще ничего не бояться. Не бояться. если я хорошо подготовился вместе с группой, вместе с Творцом, я уверен в том, что у меня есть поддержка и у меня не будет недостаточно ни в чем. Нечего мне бояться. Можно хорошо бояться падения. Это подталкивает человека как поддержки вложиться как можно больше в тот Ахаб Высшего, то, что является для него Творцом, группой. Я здесь это нарисовал наверху, будто бы получает это свыше, но это находится здесь. Его злое начало, Ахаб Де Ильон, это пространство, Творец, это все находится вот здесь, в этом пространстве межступеней, межступеней. группа, Квуца. Почему? Потому что что такое вот это злое начало? Это то желание, тот хиссарон, который необходимо сейчас прилепить к группе. Это та связь, которую он еще не реализовал, теперь должен реализовать, связавшись с другими. Это тот свет, который должен раскрыться в связи между другими. на этой более высокой, на следующей ступени это Творец, это окружающий свет. Все находится здесь. Группа и Творец. Или окружающий свет, все здесь. Свет, текли. Но сейчас это ему раскрывается как тьма. Поэтому у тебя есть знания и знания, а между ними вера. Это место для эмуна веры. А здесь место для знания. И здесь место знания. Таким образом мы продвигаемся между двумя видами знаниями, когда я своими силами продвигаюсь, но это на одно мгновение стою, там на одно мгновение только, и вновь появляется пространство, пустота. Я прихожу только в один момент контакта, и тут же, так же, как между парцухами, тут же происходит истаньшение. не стоим на месте, если остановиться на секунду, теряем всё. Да. Вы можете объяснить ещё раз, когда есть падение и подъём группы, то поручителем является Творец. За что держимся, если держаться, когда в падении вся группа? нам нужно искать об этом материал, то, что касается молитвы в обществе. Одного человека проверяют да или нет, почему и как, относительно группы, относительно общества, а группу и общество не проверяют. То есть, если существуют понятия группы, если они в чём-то объединены, особенные, то их не проверяют тут же, потому что это клей. Один человек это не клей. Один человек это ничего. Расчёт идёт на то, насколько он требует, просит объединения. Иначе на что он кричит? Он кричит к себе «Спасите». А для чего тебя спасать? Творец спасает только от недостатка связи с другими. Если ты хочешь отдавать им. Если ты просишь такого вида спасения, пожалуйста, а иначе нет. Поэтому для молитвы одиночки не приходит помощь на молитву одиночки. Только если человек из-за своей особой роли должен подняться, только так, большие проблемы. В то время, как молитва общества, множество, когда хотят соединиться, просят сил, когда видят, что внутри связи между ними, туда может прийти помощь, что именно в связи между ними происходит исправление, там находится Творец, там весь духовный мир, отдача, отдача, ашпа. То есть молитва в обществе это молитва об исправлении, и поэтому она не останавливается, и как бы ее не проверяют, потому что это собственно и есть раскрытие правильного хиссарона, приходит свет, возвращающий к источнику, и то, что там должно пробудиться, потому что сила общей отдачи относительно Творца, Ашхины, и все, одиночка, он никогда не прав относительно того, что группа не может ошибаться и являться неправой, потому что это имеется в виду понятие группы, когда требуется силы, единства, чтобы помогло им соединиться для отдачи Творцу. Автоматически, само собой, разумеется, появляется свет, возвращающий к источнику. И это называется, что Творец является поручителем для них. Что значит поручитель? Потому что все эти ступени сверху вниз устроены таким образом, что Творец на каждой из ступеней он находится или как недостающий, или наполняющий, или исправляющий то состояние, которое пробуждает группу. Аравутом поручительством называется Меурер Хок, я бужу, пробуждаю закон, который тут же на меня действует, это называется поручительством. Что такое поручительство? Что значит банк? Банк это надежное место, куда что-то поместил, и могу в любой момент прийти и наверняка получить, и нет никакой задержки и никаких условий, потому что это мое, и только моим желанием, только от моего желания это зависит. Это называется поручительство. Поручительство это как один человек в едином сердце, это мое. А что такое поручительство между ступеней? Если души хотят соединиться вместе, это называется, что они хотят подняться на более высшую ступень, это пробуждает силы в более высшей ступени, это им понятно, так же, как здесь. я нарисовал, будто бы он обращается к группе, к Творцу, к окружающему свету и так далее. Там это понятно, само собой, разумеется. Все подъемы снизу вверх, это в большем сборе, собрании душ, что значит более высшая ступень, больше соединения, все становится плотнее между душами. в связи, в каббале используется такое слово взаимовключение из-за того, что закон между ступенями, то, что они спускаются сверху вниз, в усиливающемся скрытии, в том, что удаляются от связи между друг другом, от света, творца, так тот же закон действует и обратно, когда мы хотим подниматься. Поэтому называется, что творец является поручителем. Для группы это так. И поэтому нет никаких расчетов. Для группы расчет мы делаем на месте. Перед нами находится банк. Мы хотим, мы заходим и берем. Это уже там находится. Всегда готовая для нас сила исправления, сила наполнения и все. Да. Что такое вклад в этот банк, вклад группы? Не должен быть вклад группы. Вклад это между нами. Мы не должны вкладывать ни во что. Мы должны вкладывать между нами, а не во что-то внешнее. Потому что если человек должен вложить во что-то не внешнее между собой и внешним, человек не должен вкладывать между собой и Творцом. Творец раскрывается между ними. Поэтому это называется молитвой масс. Она наверняка правильна и хорошая и получит ответ. Еще? Да. Если я правильно понял, то молитва масс... Я не прошу о своей духовности, это то, что я должен делать. молитва обществу это называется, когда ты уже знаешь, что нету твоего духовного. Духовное это называется, когда мы все. Нет такого. Я хочу быть духовным. Я хочу быть духовным. Это ты можешь раскрыть таким образом, что я с остальными душами должен соединиться до бесконечности, чтобы мы были в такой связи, когда я могу потерять себя и ощутить одно целое всех нас, какое одно целое, как один человек с одним сердцем, как написано и так далее. И тогда я раскрою вот этого одного, который действует. Один получает одно, так написано. Взор. И это называется связь человека с группой или молитва общества. Это называется духовное состояние. нам нельзя представлять его как-то по-другому. Нет, не существует такого. Неприятно это что-то против того, что сейчас. Ну и что? Да. Есть ли внутренние подготовки, порядок внутренней работы, которые человек должен проделать прежде чем он приступит к этой особенной молитве. Ты должен находиться в стремлении к этому, в необходимости этого. Почему мы только сейчас начали изучать книгу Зор? Потому что мы были уверены, что каждый может постичь духовное сам в одиночку. И когда прошло время, и мы видим, что это не получается, начинают слышать люди. Материал входит внутри, раскладывается где-то у меня там по полочкам. Я начинаю воспринимать его, сортировать его. Очевидно, понимаю, что нет выбора, что это так, а не по-другому. Не то, что я могу себя обманывать, что я могу каким-то образом как-то там согласно своим премудростям делать все, что мне вздумается. Очевидно, у меня не получится и не получается, если я не буду соблюдать то, что написано. Если есть такая горечь, такая необходимость и знание источников, которые говорят об этом, и все это приводит человека к состоянию, когда он правильно истолковывает духовное, что это внутри группы, как сказано, внутри народа моего я нахожусь. Если так, то он готов уже подчиниться, преклонить себя, пригнуть голову перед группой, перед творцом, понимает, что сила объединения действует духовным, а сила одного, ее нет в духовном, просто она там не проявляется никак, что ты можешь сделать. Тогда он достоин того, чтобы начать вхождение в духовное, находится близко к входу. Перейдем к Зору, посмотрим, перейдем к следующей части урока. Продолжение следует...